Всем привет! Сегодня в программе новости науки Саралины Киряевой металлическая пена, диагностика туперкулеза и билингвальные словари. Далее подробности. Итак, в мире. Ученые из университета штата Северной Каролины разработали легкую металлическую пену, которая способна изолировать тепло более эффективно, чем обычные металлые сплавы. Композитная металлическая пена состоит из встроенных в металлическую матрицу полок, сферы из углеродистой или нержавеющей стали, либо титана. Эффективно блокировать тепло такой пене позволяет наличие в воздушных карманах, поскольку тепло по воздуху распространяется медленнее, чем по металлу. В перспективе может использоваться для хранения и транспортировки материалов, чувствительных к изменению температуры, взрывоопасных веществ и радиоактивных материалов. А в России научная группа Томского политехнического университета занимается разработкой и модификацией программного обеспечения, которое позволит классифицировать типы туберкулеза легочной ткани с помощью анализа изображений компьютерной томографии в 3D. Предполагается, что разрабатываемое политехниками приложение будет отображать динамику оценки состояния пациентов, осуществлять поиск близких диагностических случаев, подбирать оптимальные методы терапии пациентов с туберкулезом и осуществлять оценку эффективности лечения в похожих случаях для подбора лучших методов лечения. И заключение в Татарстане. Гульшат Софиулина, доцент кафедры германской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации вместе с заведующей кафедрой Дианой Давлетбаевой разрабатывают магистрский курс «Двуязычная лексикография», который планируется запустить в 2017-2018 году. При кафедре создается онлайн-лаборатория, основными видами деятельности которой станут формирование информационных баз данных, их анализ и создание учебных двуязычных словарей, их демонстрация и размещение на общедоступных сайтах. Одной из уникальных задач лаборатории станет создание академического двуязычного словаря, актуального в современной полилингвальной среде Республики Татарстан. Словарь такого типа будет первым в отечественной и зарубежной лексикографии. А на этом все. Продолжение следует...